Пенсионную реформу в Украине парламент может одобрить уже на этой неделе. Правда, пока в первом чтении. Сегодня в профильном комитете рассмотрели проекты законов, а их несколько. Правительственный и три альтернативных от нардепов. Документ Кабмина и приняли за основу. Он предусматривает увеличение осовременивания пенсии с 1 октября текущего года, сохранение пенсионного возраста. А вот размер выплат будет зависеть от трудового стажа. Чтобы, к примеру, выйти на пенсию в 60, на Грушевского предлагают иметь 25 лет стажа. Эти изменения предлагают уже с 1 января. А в течение 10 лет показатель стажа повышать. Также правительство собирается отменить налог на пенсии работающих пенсионеров. Уже завтра депутаты могут проголосовать за включение реформы в повестку дня. Раскритиковал правительственный проект реформы один из авторов альтернативного документа Сергей Каплин. Он презентовал его перед пенсионерами в Полтаве. Предложил начать с поиска реальных источников пополнения пенсионного фонда. В частности, за счет детинизации зарплат, сокращения дохода олигархов, национализации предприятий. Кроме того, убежден нардеп, необходимо провести аудит пенсионного фонда. А вот то, что предлагает правительство, по словам Каплина, ничего общего с реформой не имеет. Данный законопроект является забаганкой Международного валютного фонда и нацеленной на одну задачу. Это увеличение пенсионного века и маніпуляции с трудовым стажем. Нужно новая решительная политика. Залезной рукой навести порядок в системе пенсионного безопасности. Отновление платоспроможности пенсионного фонда мы должны проверить все декларации прокуроров, судов, государственных службовцев, членов уряда, министров, депутатов Верховної Ради.